СЕВЕРНЫЙ ГОРОД Каждому скворцу по дворцу завершился городской конкурс на лучший скворечник. Итоги муниципального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа». В Уст-Илимской библиотеке искусств встретили год театра, заодно отметили годовщину рождения Николая Гоголя. Соревнования по художественной гимнастике «Арабеск-2019» прошли в Доме спорта «Юность». Приглашение к участию в спартакиаде пенсионеров. Центр занятости населения города Уст-Илимска дает возможность гражданам предпенсионного возраста получить дополнительное профессиональное образование. Можно как повысить свою квалификацию, так и получить абсолютно новую специальность. Это относится к горожанам, состоящим в трудовых отношениях, либо ищущим работу. Для них специально разработаны и приняты определенные условия, о которых рассказала Наталья Шевцова, директор местного центра занятости. «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста осуществляется по профессиям рабочих и по должностям служащих. В этой программе могут участвовать работники также муниципальных и государственных предприятий, вообще работники любой формы собственности предприятий, в том числе и работающие у индивидуальных предпринимателей. Форма обучения может быть очной, дневной и вечерней, очно-заочной, дистанционной формой обучения. Она может быть групповой и также индивидуальной. Финансирование этого мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета. Предприятия, которые самостоятельно осуществляют реализацию этой программы, могут обратиться за возмещением затрат в форме субсидий. Размер этой субсидии не может превышать 68,5 тысячи рублей на одного обучающегося. Кроме того, ищущие работу граждане, не занятые, которые будут обучаться от центра занятости, они будут еще и получать стипендию. В размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента. Это порядка 14 тысяч 664 рубля. Заинтересовавшихся данной информацией просят обратиться в Усть-Илимский центр занятости населения или по телефону 51655. Сбил пешехода, но к чести для себя не скрылся, а лично доставил его в больницу. ДТП произошло на днях в районе дома номер 10 по улице Мечтателей. Молодой водитель автомобиля Toyota, двигаясь задним ходом, не заметил престарелого пешехода. 81-летний дедушка получил серьезные травмы. К счастью, виновник происшествия не бросил его, а лично привез в больницу. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас по данному факту дорожные полицейские проводят расследование. Всего же за прошлую неделю в городе и районе произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадала лишь техника. За это же время сотрудниками ДПС было задержано 12 пьяных водителей. Все они будут лишены прав на срок до двух лет и оштрафованы на 30 тысяч рублей. 175 новосерий, никакой ипотеки. В Усть-Илимске завершился конкурс каждому скворцу по дворцу. В нем участвовали ребята изо всех городских школ и детских садов. Если вам не доводилось видеть скворечник в виде кубика, рубика или ракеты, тогда посмотрите наш репортаж. Городской конкурс на лучший скворечник проводится на базе 14-й школи уже 18-й год подряд. В этот раз для того, чтобы разместить все поделки, не хватило и длинного школьного коридора. Работы победителей разместили на сцене актового зала. Награждение прошло в минувшую субботу в торжественной обстановке. Узнав про конкурс, 7-летний Саша заразил идеей сделать скворечник всю семью. Запутался даже, кто больше ему помогал. Мне помогали, но я не знаю, кто мне больше помогал. А ты бы хотел, чтобы какие птички там жили? Какие тебе птицы нравятся? Воробьи. А почему? Потому что они маленькие, но им очень сложно добывать еду. Но я для всех сделал. Для голубей и так далее. А голуби туда поместятся? Они же больше гораздо воробьев. Ну, у меня дома еще один есть. У меня скворечник еще один дома есть в виде домика. И там тоже, там буду с голубей жить. В результате первое место в номинации «Самый креативный скворечник». Девочке Насте также рановато давать в руки рубанок, но и у нее верный помощник нашелся. Я ему помогала, с моим крестному папе, красить его. А какие бы ты хотела, чтобы там птички в нем жили? Разные. Ну, например, твои любимые. Сорока. Сорока, она поместится в той скворечнике? Не знаю. Со скворечниками не все так просто. Во-первых, стоит различать домик для птиц, где они будут растить птенцов и обычные кормушки. Последние, как правило, имеют открытую конструкцию. Интересно и то, что в самом красивом, на взгляд человека, вряд ли будет жить лесная птица. Правильным считаются не слишком козистые поделки из досок или вообще выдолбленные из цельного полена. Здесь есть определенные параметры. То есть диаметр литка, потом уклон крышки, высота, ширина и так далее. То есть это тот скворечник, в котором будет жить птица. Есть стандартный скворечник. Есть одни особенности. То есть он обработанный красиво, потому что он выставляется на конкурс. Но при этом внутри скворечника он должен быть шершавый для того, чтобы птенцы, когда они выведутся, они смогли отсюда выбраться. Хоготками выбрались и потом уже по мере того, как выросли и улетели. Есть вот скворечник. Это тот скворечник, который у нас выиграл по конкурсу приз зрительских симпатий. Тут голосуют за него только ученики, только обетишки. Есть призы, те, которые у нас проходят по номинации оригинальные. Те скворечники, которых тоже будет жить птица, но они с каким-то, скажем, орнаментом или разрисованные, или что-то на них дополнительно. Есть какие-то, ну, скажем, приспособления. Это оригинальные. И еще есть сувенирные. Это те скворечники, в которых, конечно, жить никто не будет. Но это тот скворечник, который можно кому-то подарить, поставить на стол. Данную работу Иван выполнил все самостоятельно. Единственное, что я ему помог в целях техники, соблюдения техники безопасности, это работа на фрезерном станке по дереву. Опасная работа, поэтому взял на себя. Я Иван попросил, я выбрал четвертя стыки, стыки стенок, выбраны четверти на фрезерном. Все, разметка строгания. Это талант. Скворечники, пригодные для птиц, традиционно передают в Ильимское лесничество для того, чтобы развесили по лесам. Однако и косвенной пользы от таких конкурсов много. Услимск, наверное, это наиболее активный город, в котором развиваются такие вот конкурсы замечательные. Прививается любовь к детям с рождения, скажем, самого юного возраста. Любовь к природе, любовь к тому, что он дает сохранять. Видно было, что дети вкладывали душу и родители помогали. Это очень отрадно, на самом деле. Хотелось бы всем пожелать активнее принимать участие в развитии экологических направлений и в приобщении своих подрастающих поколений к любви к природе. Максим Сизых и Александр Панкратев. Информационная программа «Северный город». В Приангаре вновь проходит конкурс «Полицейский дядя Степа». Напомним, акция реализуется ежегодно с 2013 года. За это время участниками представлены сотни неповторимых игрушек, изображающих полицейских сотрудников ГИБДД, кинологов и других сотрудников полиции. Конкурс делится на два этапа. По итоги муниципального подвели в прошлую пятницу. Подробности в следующем материале. В этом году для конкурса «Полицейский дядя Степа» устилинцы подготовили 27 игрушек, выполненных в разных техниках. Они созданы ребятишками самостоятельно и вместе с родителями. А также есть коллективные работы воспитанников детских садов и учебных учреждений города. Кроме того, на суд жюри были представлены не только отдельные персонажи, а целые композиции, запечатлившие сцены служебной деятельности правоохранителей. «А вообще вот это вот шахматы эксперта-криминалисты, то есть это кодекс, это вот катают они руки, это вот линейка, ну а это эксперт-дама, а это эксперт-мужчина. Король и королевы. Я так понимаю, да, и лупы в качестве пешек, прозрачные, да, у них там вот прозрачные. Так жюри обсуждало каждый экспонат, стараясь оценить их по достоинству. Игрушки были сшиты из кусочков ткани, связаны, созданы с использованием бумаги, пластилина, пенопласта и картона. В самих работах отчетливо прослеживается уважительное отношение детей к сотрудникам полиции, как к добрым, ответственным людям, стоящим на страже закона и порядка». «Вот сегодняшние возможности для творчества, они же широчайшие, и вот все это здесь присутствует, да, всякая разная техника, вот эти вот шахматы, вообще интересный материал. Ну и то, что из пластилина лепят, вот казалось бы, это испокон века известный материал, да, о котором уже как бы даже и забыли, а вот тут вот столько работ, и понятно, что пластично, и вот сделать можно тонкую работу. «Это требует усидчивости ливней». «Да, да, конечно». «У нас говорят, все дети в гаджетах сидят, нет, тут явно они потратили достаточно времени». «Да, времени много надо». Муниципальный этап творческого соревнования завершился. Отобрано 11 игрушек, которые теперь отправятся на областной этап в Иркутск. «Ну а дальше я надеюсь, что, может быть, мы можем претендовать и на Россию, и почему нет, работы в этом году действительно очень оригинальные, необычные. И вообще, в принципе, с каждым годом техника изготовления удивляет. Количество работ увеличивается, количество жителей, принимающих участие, начиная от самых дальних поселков нашего района, самых отдаленных. И город активно принимает участие. Мы очень рады. Победители конкурса полицейский дядя Степа получат памятные подарки. А их работы передадут воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, в том числе подшефным МВД и детям из малообеспеченных семей. Алена Феоктистова, Александр Панкратев, информационная программа «Северный город». Сразу два повода было у сотрудников библиотеки Искут, чтобы поставить сценки по мотивам произведения Николая Гоголя. Во-первых, в этом месяце ему бы исполнилось 210 лет со дня рождения. Во-вторых, этот год объявлен годом театра. Традиционно библиотекарям в их задумке помогли ребята Устилимского экспериментального лицея. Что из этого получилось, узнаем далее. Личность писателя – одна из самых загадочных в литературе. Он словно манит к себе, а когда подходишь, то отводит глаза. На театральном поприще лицеисты работают вместе с сотрудниками библиотеки Искусства уже много лет. В прошлом году ставили сценки по мотивам Островского, в этом замахнулись на Гоголя. Всего участвовало 9 ребят из 7-х и 9-х классов. Репетировали больше двух месяцев, собирались как минимум раз в неделю и оттачивали мастерство по 2-3 часа. Ревизор из Петербурга, инкогнито, и еще с секретным предписанием. Вот тяна. Хоть не было заботы, так подай. Господи Боже, еще и с секретным предписанием. Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, я таких никогда не видывал. Мы взяли за основу те его произведения, которые были поставлены на театральных подмостках. Сегодня у нас звучали отрывки из спектакля «Ревизор», «Мертвые души», «Женитьба», «Ночь перед Рождеством». Какой любопытный. Ему всякую дрянь хочется рукой потрогать, да еще и понюхать. Ну так вот, пока не скажешь, не сделаю. Не хочешь подарить, так продай. Продать? Так ведь я тебя знаю. Ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них. Ну, на этом спектакле выступали мои одноклассники, люди из параллели. Мне очень понравилось все, как они приготовили. Я видела, как они готовились. Это очень большой труд для них был, я думаю. Максим Сизых и Александр Панкратев. Информационная программа «Северный город». Площадкой для проведения традиционных соревнований по художественной гимнастике «Арабеск» традиционно стал Устилимский дом спорта «Юность». Подтверждали свои категории не только местные спортсменки, но и гимнастки из соседних городов. Общее количество участников соревнований составило порядка 120 человек. Как прошел зрелищный турнир, расскажет Алена Феоктистова. Художественная гимнастика – красивый и изящный вид спорта. Потому у него так много поклонников. В соревновании «Арабеск», как и всегда, собрали большое количество гимнасток. А сколько еще болельщиков приехало из других городов? На данный момент у нас около 120 участников. Из них города Шелихов и Иркутск. На торжественном открытии турнира с приветственной речью выступили первые лица города. Они задали настрой на успех. Всегда хочется поблагодарить тех людей, которые все силы вкладывают в развитие любого вида спорта. И безусловно, это наша спортивная школа, это Федерация художественной гимнастики в нашем городе, городе Уст-Илимске. Это вы, наши уважаемые родители, и это наши прекрасные спортсменки. Огромное спасибо вам за то, как вы любите этот вид спорта, как вы помогаете нам его развивать. И, безусловно, всегда мы рады встречать у нас в городе на наших мероприятиях, на наших вестей. Огромное спасибо за то, что находите возможность и приезжаете к нам. Ждем, как всегда, и на следующих мероприятиях. Спасибо. Детские соревнования по художественной гимнастике прежде всего являются основной формой проверки уровня подготовки занимающихся и играют важную роль в повышении спортивной квалификации юных гимнасток. В индивидуальной программе необходимо было показать грацию, пластику, умение держать себя. В групповых выступлениях главный критерий – синхронность движений. В художественную гимнастику входит и хореография, и акробатика, и виртуозное владение такими предметами, как скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Спортсменки должны обладать гибкостью, растяжкой, высоким толчком, хорошей координацией движений, чтобы с легкостью справляться с гимнастическими и танцевальными упражнениями. Благодаря усердным тренировкам девчонки доказали, что способны на многое. Профессиональная жюри отслеживала каждое движение юных дарований, сложность упражнений, их технику исполнения, работу с предметом, артистизм и хореографию. После суммирования полученных баллов определялись победители, которых тут же наградили грамотами, медалями и ценными подарками. Алена Феоктистова, Александр Панкратев, информационная программа «Северный город». Наше старшее поколение не привыкло отсиживаться дома. Многие с удовольствием посещают различные секции и кружки, активно занимаются спортом. При этом свои спортивные результаты регулярно подтверждают, выезжая на областные соревнования. Одно из таких состоится в ближайшее время. К участию в ежегодной спартакеаде пенсионеров-устилимцев призвала председатель Совета ветеранов Татьяна Кошельникова. Уважаемые пенсионеры города, кто увлекается спортом, они знают, что у нас ежегодно в городе проводится городская спартакеада. В апреле месяце с 22 по 26 апреля в спорткомплексе «Олимпиец» будет проходить городская спартакеада. Всем желающим подойти в городской совет ветеранов или партии «Единая Россия» по Мечтателям 30. Можно проконсультироваться по телефону 561-71 или 6-23-10. Спартакеада будет проходить по видам спорта. Плавание, настольный теннис, шахматы, дартс, стрельба и эстафета. Закрытие будет 26 апреля. В команде должно быть 8 человек, из них трое мужчин и 5 женщин. Всех желающих, раз еще раз хочу попросить, подойти или позвонить по телефону. На сегодня это все наши новости. Мы продолжим следить за событиями в городе и районе. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова